Доброе утро, друзья! С вами Верстан Кевич, и сегодня 24-й каст нашего завтрака с Библией. Хочу поделиться, вчера по благословению Божьему мы приняли участие в очень, я считаю, значимом событии для очень многих, как для верующих, так и для неверующих. Это большое евангелизационное служение, которое проходило фактически по всему Израилю. Было 19 автобусов, почти тысяча неверующих людей приняло участие в этом мероприятии. Со всех концов Израиля в Ганет-Аруха приехали люди, которые захотели впервые послушать Слово Божье, послушать откровение о том, что такое спасение. И каждый из нас, из служителей, вот у нас было, соответственно, 19 человек, которые сопровождали эти автобусы. Мы были с ними в разных местах, эти автобусы были по разным местам. Мне посчастливилось поехать вновь в Иерусалим. Я обожаю ездить в Иерусалим. Либо вот 136-й псалом говорит, если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет меня моя правая рука, и пусть присохнет мой язык гортани моей, если не поставлю Иерусалим во главе веселья своего. И я обожаю этот город, я обожаю туда ездить, я обожаю посещать Стену Плача. Я знаю, что это не храм, а только его остатки, но тем не менее, это гора Божья, это присутствие Божье, эту гору Господь избрал и для сотворения мира, и для всех значимых событий, которые происходили в истории человечества со времен жертвоприношения Исхака и до наших дней. И это именно то место, где будет создан самим Господом, его промыслом будет создан храм третий, в котором будет править единственный и праведный царь, который достоин всей славы и всего величия, это царь Иисус. И в Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стих написано. Он сказал им, идите по всему свету и возвестите радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а кто не поверит, тот будет осужден. Вы знаете, вчера мне просто посчастливилось сопровождать автобус, в котором, ну, фактически все, ну, может, за исключением четырех или пяти людей, которые приехали просто посмотреть Иерусалим, люди, которые с очень большим почтением относятся и к Богу, и к Иисусу. И это я очень сильно заметил при посещении храма Грома Господня, когда все знали заранее, куда они едут, все пришли, женщины с покрытой головой. И там было очень много верующих из других стран, которые приехали осветить какие-то дорогие им вещи именно в храме Христа Спасителя, в храме Грома Господня. И вот после того, как все вышли из храма, я на самом деле увидел, что Господь каким-то образом открыл их сердца, и я попросил слово, я попросил послушать меня буквально пять минут о том, что происходило на этом месте, и говорил я им о том, что это за место, потому что сегодня это находится в городе, сегодня это красиво убранный изнутри, хотя местами темный храм, вокруг которого располагается, если я не ошибаюсь, почти 15 церквей. Каждая из них занимает размер не больше вашей спальни. И все убрано золотом, и все убрано светом, и свечи, и все, что хотите. Но когда-то это была пологая гора, очень высокая, которую было видно из самого города Иерусалима. Находилась она за чертой города. Это место было избрано фонтием Пилатом, для того, чтобы на ней казнить людей, преступивших закон, выступающих за свержение строя, за бунт против тогдашней законной власти. И несмотря на то, что Пилат признал, что никакой вины смертной казни не видит он в Иисусе, тем не менее он был распад именно на этой горе, вместе с еще двумя разбойниками, которые должны были простоять там три дня. И поскольку это распятие было инициировано иудеями, то иудеи все-таки решили пойти именно по закону Моисея, где написано, что до заката солнца, до начала доступа следующего дня, необходимо снять человека, висящего на древе. И таким образом, уже умерший к тому времени в своем человеческом теле Иисус был снят с древа без поврежденных костей, в отличие от других разбойников, и был похоронен до входа в субботу. Все это происходило именно там, вот внутри этого храма, гроба Господня, то есть Голгофа, Камень Миропомазания и чуть дальше, Кувуклия, которая сегодня так называется. На самом деле это ложа, на котором, собственно говоря, и гряжал спаситель, умощенный с мирной и другими благовониями, и откуда он воскрес из мертвых и явился Марии Магдалине. И вот я об этом говорил, я говорил немножко о том, какую смерть на самом деле принял Иисус и за что. И, конечно же, не все люди, которые слушали, захотели принять Иисуса Господом своим и Спасителем. Даже не все захватились оставить свои данные для того, чтобы мы с ними впоследствии связались. Но, тем не менее, я видел, что людям это было очень интересно слушать. Все стояли, слушали очень внимательно, не давали никому говорить, то есть между собой не переговаривались. Господь касался в этот момент их сердец. Я за это очень благодарен и благодарен Господу за эту возможность быть там, говорить Слово Его и говорить именно об истине спасения, о смысле спасения. Я надеюсь, что в дальнейшем Господь, как говорил Иисус, коснется сердец этих людей и призовет их прийти к Иисусу. Мы будем рады видеть их в нашей Церкви. Но одно из своих предназначений, которое я выполняю с удовольствием и буду выполнять в дальнейшем, это вот проповедовать спасение и проповедовать Слово Божье всем людям на этой земле. К чему и вас призываю. Возможно, вы не будете проповедовать тысячам. Я вчера проповедовал перед 50 людьми. Это даже больше, чем в нашей Церкви постоянных служителей. Но, тем не менее, может быть, вы не будете проповедовать даже и 50 людям. Но если вы будете проповедовать хотя бы одному и осуществите то, что написано в Библии, что даже по одному грешнику будет великая радость на небесах, то вы выполните свое великое предназначение, чего вам с радостью желаю сделать и с благословением Божьим приступать к этому каждый день, приступать к этому с дерзновением, для того, чтобы, когда мы будем каждый из нас давать отчет Богу, мы знали, с чем мы придем, и к спасению скольких людей мы так или иначе причастны. Мы, конечно, не спасаем, спасает Бог, но, тем не менее, мы можем к этому человека подвести. Вот то, что я хотел сегодня, чем я хотел сегодня поделиться. Мне это очень впечатлений много было со вчерашней поездки. И еще раз всю славу я воздаю Богу за это и благодарность Богу. И вам желаю, чтобы Господь также принимал участие и в вашей жизни. Спасибо вам за внимание. Приходите завтра на завтра с Библии с утра, как обычно, в 10 часов утра по Израилю. Спасибо. С вами был Авелий Станкевич. Пока. Продолжение следует...